Работу маска убираем, а этого сажаем мишку. Теперь двигаем и зайца, и колобочка. В мультстудии «Светлячок» кипит работа над созданием очередного мультфильма. Героев и декорации воспитанники детского сада номер 19 сделали сами. Вместе с педагогом придумали сценарий. И это уже не знакомая всем сказка, а совершенно другая история. Мы создавали мультик «Колобок. Новый лад». «Колобок покатился и увидел девочек, и он с ним подружился». Эта студия в «Светлячке» работает уже больше четырех лет. В прошлом году на десятилетие детского сада компания «Фусагра» сделала подарок, который расширил возможности юных мультипликаторов. Очень важный для нашей мультстудии как раз подарок – это мультстанок, который также будет способствовать дальнейшему развитию детей. Дважды в неделю воспитанники трех групп – средний, старший и подготовительный – приходят на занятия. Для каждого возраста педагог находит особые методы подачи информации. Например, младшие ребята пока еще не могут сами участвовать в съемках. Поэтому они изучают теорию, смотрят мультфильмы. «Не просто их смотрим, а учимся воспринимать мультфильм. То есть нам, взрослым, кажется, что ребенок смотрит мультик, и он все понимает. Но на самом деле это так не происходит. То есть ребенку нужно объяснять, что происходит в мультфильме, какие события разворачиваются. То есть мультфильм учит добру и зло, что такое хорошо, что такое плохо». Ребятам постарше на занятиях рассказывают, с чего начиналась мультипликация, как она развивается. У каждого слушателя мультшколы есть дневники, куда они заносят то, чему научились. Ну а самые старшие воспитанники детсада переходят к практике – сами создают мультфильмы. «У нас есть мультстанок, у нас есть камера, и вот мы учимся работать вот с этим мультстанком. То есть дети пробуют себя не только в роли сценариста уже, а уже в роли операторов, звукорежиссеров. То есть самостоятельно делают раскадровку, потом снимают его, делают декорации героев. Это могут быть или рисованные мультики, или пластилиновые, или песочная анимация». Осенью прошлого года детский сад получил президентский грант на оснащение мультстудии новым оборудованием. Поддержку также оказали компания «Фусагра» и «Дрозд Балакова». И хотя у проекта есть сроки реализации до мая 2024 года, занятия с ребятами продолжатся и дальше. Тем более, что сами юные мультипликаторы уже и дома пытаются создавать сказки. Значит, направление для дополнительного образования выбрано правильно. «Мы уже с мамой делали один мультик. Я хотела сама делаться, но у меня не получилось». «Нам интересно делать мультики, и когда мы вырастем, будем сами их вытворять». На занятиях по созданию мультфильмов дети работают в коллективе, распределяют обязанности, учатся взаимодействовать с партнерами, обращаются за помощью к сверстникам и изучают различные профессии. И даже если ребята не свяжут свою дальнейшую жизнь с созданием мультфильмов, навыки, полученные ими в студии, точно пригодятся. Продолжение следует...